Уважаемые телезрители, здравствуйте! Вы смотрите предвыборные дебаты на канале ГРТ. Тема наших предвыборных дебатов «Внешняя политика и проблемы национальной безопасности страны». Все общие выборы президента Молдовы назначены на 30 октября. Мы проводим первые наши предвыборные дебаты на телевидении. Гости нашей студии. Сегодня у нас в студии Владимир Цуркан, доверенный лицо кандидата на пост президента от партии социалистов. Добрый вечер! Также у нас сегодня в студии Дмитрий Чебашенко, кандидат на пост президента от нашей партии. Добрый вечер! Сегодня у нас в студии Валерий Паволаки, доверенное лицо кандидата на пост президента от либеральной партии. Добрый вечер! И у нас сегодня в студии Николай Герчогла, доверенное лицо кандидата на пост президента от Демократической партии Молдова. Добрый вечер! Уважаемые гости! Дебаты на телевидении назначены еще на 19, 24 и 26 октября. Во время дебатов каждый из вас имеет 10 минут. Дебаты пройдут 4 раунда. Уважаемые гости! Во время предвыборных дебатов запрещается. Внимание на экран! Ненависти или территориальному сепаратизму. Уважаемые гости! Первый раунд программы предлагает программу действий. Каждому из вас предоставляется по 3 минуты для освещения предвыборной программы. Так как у нас прошла жеребевка и первые у нас были представители партии социалистов, первые предоставляем слово господину Владимиру Цуркану. Спасибо! Программа предвыборная нашего кандидата Игоря Дадонна, символ, звезда. На первые 100 дней правления, нахождения в должности президента, четко обозначены основные приоритеты. К ним относятся, первое, это проблема привлечения к ответственности и проведения объективного и полного расследования по краже миллиарда и возвращения этого миллиарда. Второе, это проблема, связанная с необходимостью восстановления того, что называется действительная государственность и борьба с унионизмом. Третье, внешний вектор и первый визит, который планирует провести Игорь Николаевич, это визит в Москву для того, чтобы начать реальное восстановление экономических связей, отношений партнерских, дружеских, каковы они были и ранее, до прихода к власти этого большинства с Российской Федерацией. Четвертое, это необходимость защиты христианских ценностей, которые всегда были присущи народу Молдовы. Именно поэтому, я думаю, в связи с перед началом предвыборной кампании, во время визита в Москву, Игорь Николаевич был принят патриарком Кириллом и был благословлен на эту предвыборную кампанию с пожеланием победы. Я думаю, что эта программа абсолютно реальна и по ходу дебатов, если будет такая необходимость, я думаю, будет, мы сможем раскрыть более конкретно, детально, в чем будет выражаться направление конкретных действий. И еще один момент, о котором я хотел сказать. Естественно, что все эти действия в конечном итоге должны привести к тому, что через конкретный конституционный механизм, который мы разработали, добиться проведения досрочных парламентских выборов и полное изгнание из власти нынешнего правящего большинства. Спасибо большое. У вас осталось еще 7 минут 45 секунд. Для излагания своей предвыборной платформы мы предоставляем слово представителю либеральной партии, так как они были вторыми на жеребевке, господину Валерию Паволаки. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Я представляю либеральную партию и нашего кандидата Михаила Гимпу на пост президента в республике Молдова. Наша платформа звучит унире. Я бы не назвал так унире, я бы назвал больше так, как возвращение домой, потому что нас оторвали от Румынии, если взять историю. Поэтому, что касается, почему? Что дает нам это унире? Только дает от того, что в большой семье жить лучше, красивее, богаче. Возьмем даже у нее Румынию. До открытия под Удифлорь она жила намного хуже, чем мы. Весь товар шел в Румынию. А сейчас она процветает. Дороги строятся. Пенсия на европейском уровне. Живут без страха, без ничего. Открывают бизнесы только от того, что они не боятся, что кто-то придет и кто-то захватит этот бизнес. Второе направление — это НАТО. Что дает нам НАТО? НАТО нам дает безопасность. Эта безопасность нужна в этом глобальном мире от того, что глобальная обстановка сейчас нестабильна. И для этого нам нужна безопасность. А безопасность может давать только НАТО. Спасибо. Спасибо большое. Вам остается 8 минут 37 секунд. Следующее. Предоставляем слово для предоставления своей предвыборной платформы кандидату на пост президента нашей партии. Господин Дмитрий Чубашенко, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жители Гагаузии. Меня зовут Дмитрий Чубашенко. Я кандидат нашей партии на пост президента Республики Молдова. Вы знаете, что лидер нашей партии Рената Георгиевич Усатый фактически был снят с выборов президента. Он был снят с выборов в ноябре 2014 года. Его партия тогда должна была взять большинство в парламенте. Ее сняли с выборов. Его сняли и сегодня с выборов в президенты. Рената Георгиевич просил передать всем вам, гражданам Гагаузии, низкий поклон и приветствие. У нас в Гагаузии, у нашей партии есть примары в Уконештах, Камрати, Чадерлунге, Дезгинже, Чешмекёи, Ферапонтьевке. Сам Усатый очень любит Гагаузии и Гагаузия отвечает ему взаимностью. Я как журналист с самого начала наблюдал за становлением гагаузской автономии еще с 1990 года. Я имел честь брать интервью у ваших старейшин, у Степана Топала, у Михаила Кендигеляна, у Марии Маруневич. Я помню, как 23 декабря 1994 года в дебатах в парламенте принимался закон о статусе Гагаузии. Это был очень хороший компромисс. Гагаузии всегда были большими патриотами и своего края, и Молдовы. Гагаузия – это один из якорей молдавской государственности. И спасибо вам за это, и большое вам за это спасибо. Сейчас мы рассматриваем эти президентские выборы как антитеррористическую операцию против молдавского ИГИЛ. Так мы называем преступный режим олигарха-плохотнюка. В этой войне линия фронта ясна. По одну сторону мы, большинство граждан Молдовы нормальные люди, по другую сторону они, меньшинство плохотнюка, которое узурпировало власть, убивает и уничтожает Молдову и ее народ. Мы предлагаем победить этот режим одним ударом, одним указом номер один президента о распуске парламента. И я его зачитаю. Указ номер один о распуске парламента. Во исполнение воли граждан, выраженной на выборах президента Республики Молдова, на основании статьи 2, статьи 38, статьи 39 Конституции, президент Республики Молдова постановляет. Статья 1. Распустить парламент 20-го созыва. Статья 2. Назначить выборы нового парламента. Статья 3. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Это быстрый, законный и эффективный способ избавиться от власти плохотнюка. Спасибо большое. У вас осталось 7 минут и 5 секунд. Сейчас предоставляем мы слово представителю доверенное лицо от Демократической партии Молдовы, господину Николаю Герчогову. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие жители нашей маленькой солнечной Молдовы. И также мы находимся в нашем прекрасном, прекрасной автономии в городе Камрате. Наша партия и наш представитель, который представляет Демпартию, это Марьян Ильич Лупу, который говорит о том, что наша страна самая прекрасная, самая дорогая для всех жителей нашего прекрасного солнечного края. Мы обещаем, что мы сохраним порядок, который сегодня есть на нашей маленькой земле. Мы говорим о том, что с 20 января мы взяли на себя ту ответственность, чтобы сохранить мир в нашем маленьком государстве, не дать ему уйти ни влево, ни вправо, чтобы не пришел еще тот же момент, как был когда-то, что явилось фактом военных действий в нашей маленькой Молдове. Это Приднестровье, которое сегодня отделилось. Поэтому мы говорим, что мы являемся хребтом нашей маленькой страны, которая держит и умеет договариваться и с левыми силами, и с правыми силами для прекрасного будущего нашей страны. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вновь доверие электората Молдовы, доверие тех международных финансовых структур, доверие России, доверие страны СНГ для создания будущего прекрасного и, будем так говорить, возврата той солнечной Молдовы, которую мы знали, родились, и будем двигаться так, чтобы она процветала. Спасибо большое, уважаемые гости. Второй наш раунд вопрос-ответ. Каждому из вас предоставляется по одной минуте ответа на вопросы. У нас четыре вопроса. Значит, первый наш вопрос. Основные направления внешней политики. Уважаемый господин Цуркан, каковы первые шаги, которые предпримет ваш кандидат в качестве главы государства? Ну, я уже сказал, в принципе, при изложении основных шагов программы Игоря Дадона, что первый шаг, который будет предпринят, точнее, первый официальный визит президента Игоря Дадона, будет, конечно же, в Москву. Для того, чтобы встретиться с руководством Российской Федерации, с господином Путиным, уже на официальном уровне. Мы все знаем, что такие встречи происходили в 2014 году. Но сейчас уже это будет официальная встреча. Там ждут этого визита. И я думаю, что именно этот визит поможет Молдове, и в том числе, естественно, Гагузии, что, кстати говоря, Гагузия уже чувствует, действительно вернуть рынок для сбыта молдавских товаров, восстановить отношения не только экономические, но и дружественные. И чтобы никто из нынешних правителей больше не имел возможности каким-то образом высказываться против Российской Федерации и обвинять их в том, чего вообще не существует. Спасибо большое. Второй вопрос к вам, господин Валерий Повалаки. Как вы намерены, именно ваш кандидат, сменить положение дел в стране? И какое из направлений является приоритетным? С какого ваш кандидат начнет? Наш кандидат в первую очередь начнет, потому что наша страна очень богатая, она очень маленькая. А маленькая страна, естественно, нуждается в протекте какой-то, в какой-то сигуранте, в какой-то страховке. Безопасности. Для этого первое направление будет стараться, чтобы жить с Румынией в одной стране. Он даже готов отказаться от президента, но чтобы быть в одной стране. Чем больше страна, тем она мощнее, чем она богаче. И второе, как я и сказал, это чтобы было безопасно, чтобы кто-то извне не пришел, не оккупировал нас или что-то по-другому. Это блок НАТО. НАТО это дает полную безопасность. Никто не сможет прийти извне, чтобы что-то диктовать или что-то делать в нашей прекрасной стране. Спасибо большое. Господин Чебошенко, вот как вы намерены изменить положение в стране и какое направление внешней политики для вас является приоритетным? Наша партия говорит, что предлагает не говорить на этих выборах о геополитическом векторе. То есть все разговоры о внешнеполитических векторах на этих выборах – это ложный путь. Одни спекулируют мнимым вступлением в Европейский союз, где нас не ждут. Другие спекулируют тем, что Молдова якобы может немедленно вступить в Виразийский союз. Это тоже обман. Мы говорим, что нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. И главная проблема – это смещение режима Плохотнюка. Этот режим украл миллиард. Для сравнения я вам скажу только одну цифру. Бюджет Гагаузии на этот год установлен в размере 515 миллионов леев. Это где-то 26 миллионов долларов. Этот миллиард равняется бюджету Гагаузии за 38 лет. Демократическая партия украла бюджет Гагаузии за 38 лет. За эти деньги можно было платить пенсию всем пенсионерам в Молдове 2 года. Можно было засадить всю Гагаузию садами. Много можно было сделать, но это не будет сделано, потому что они украли эти деньги. В будущем, когда в парламент уже на выборы пойдут партии, они пойдут со своими платформами, в том числе во внешней политике. Наша партия считает, что нужно вести мораторий на любые дискуссии по внешнеполитическому вектору, о присоединении к какому-то союзу на ближайшие 5-7 лет, заняться внутренними проблемами, навести порядок внутри Молдовы, привлечь к уголовной ответственности тех, кто украл миллиард, приостановить падение и начать делать что-то для людей. Спасибо большое. И у меня вопросы к господину Герчоку. Скажите, пожалуйста, что касается внешней политики, для вашей партии главные направления, самые приоритетные направления, и с чего начнет ваш кандидат на пост президента? Начнем с того, что, как я говорил, мы с 20-го числа января, то есть сего года, мы, как некоторые говорят в студии, что чуть ли мы партию узурпировали. Нет, мы взяли ту ответственность, которая помогла стабилизировать нашу политику, наш народ молдавский, стабилизировать для будущего, не создавать прецедентов, не будоражить, будем говорить, тот корабль, в котором маленькая Молдова плывет, его ни влево, ни вправо, чтобы не пролилась ни человеческая кровь. То есть мы с самого начала ввели эту политику. То, что сказал сейчас наш оппонент, мы не соглашаемся с теми громкими в наш адрес высказываниями, мы не имели к этому миллиарду. Те, кто сегодня был втянут в этот миллиард и выкачивал с нашей маленькой страны, они сегодня несут ответственность. То есть некоторым уже назначены сроки реальные, некоторым предстоит еще. То есть компания Кроул европейская, которая сегодня ведет расследование данного факта, то есть она откроет всем нам, что было сделано с 2006 года, как нам стало известно, что это идет схищение этих денег, людских денег нашего маленького народа, то есть разворовывание. Поэтому мы надеемся, что это в скором будущем, в течение максимума полугода будет открыто. Но Демпартия, взяв во внимание всю тяжелую обстановку в нашей стране, показала, что мы не стоим на месте, мы расследуем все абсолютно дела, которые были до Демпартии, потому что Демпартия, как я говорил, что мы в этом году только взяли на себя ту функцию, будем так говорить, ту функцию в плане того, что мы отвечаем за каждый шаг нашей маленькой страны. Спасибо большое. У меня есть еще вопросы. Уважаемые гости, утверждена новая стратегия национальной безопасности Молдовы Высшим Советом Безопасности 21 июня 2016 года. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января. Но основные цели этого документа борьба с коррупцией, решение преднестровского вопроса и проблем в банковском секторе. Мой вопрос, господин Суркан, к вам. Какие шансы есть сейчас для решения преднестровской проблемы? Скажите, пожалуйста, вы видите будущее Молдовы вместе с Приднестровьем? На протяжении 25 лет этот вопрос не был решен. Во-первых, что касается этой концепции, она просто не может быть реализована нынешним большинством по одной простой причине. Потому что проблема с коррупцией значит бороться с самим собой. Проблема борьбы с Приднестровьем, восстановления связи с Приднестровьем, они просто не смогут этого сделать, потому что у Приднестровья нет никакого доверия к нынешнему большинству. Вопросы национальной безопасности при том, что одни говорят о НАТО, а другие это все молчаливо поддерживают и приводят с их согласия американские танки на площадь во время предпразднования 9 мая. Это говорит о том, что никакой национальной безопасности в данном случае они не собираются даже решать. Поэтому мы категорически против вступления в военно-политические блоки, а тем более, когда речь идет об агрессивном блоке под названием НАТО. И, кстати говоря, именно поэтому из-за подобного рода высказываний и политики такой стратегии они не смогут восстановить доверие преднестровцев. Мы предлагаем совершенно другой план. Партия социалистов разработала план на долгосрочный период о воссоединении Молдовы, о воссоединении действительно правого левого берега. Это план федерализации нашей страны, который предусматривает четкое разделение полномочий и решение социально-экономических вопросов совместно. Спасибо большое. Такой же вопрос я хочу адресовать господину Павлаке. Скажите, пожалуйста, как доверение лицу от либеральной партии, как вы видите решение преднестровского вопроса? Есть шансы? Шансы всегда есть сказать, что преднестровье уже отрезано. Нет, это территория республики Молдова. И шансы всегда есть. Я, например, не согласен с господином Цуркановым от того, что их лидер, он был власти 8 лет. И за 8 лет, имея большинство в парламенте, имея полные рычаги, но не смогли соединить все-таки эту маленькую Молдову. Если они тянутся с Россией, могли бы договориться, не знаю, чтобы соединить. Это не то, что им не мешает сейчас просто это правительство или это большинство. А это просто, они делают просто предвыборную кампанию. Говорят, что вот с Россией мы соединим Молдову. Нет, этого не получится. Пока сам народ не захочет соединиться вместе, найти общий язык, общие цели. Видит, что соединение, одно решение больше. Видит, что Молдова процветает, и Приднестровь сама потянется к Молдове, чтобы она тоже захотела процветать и быть в составе Большой Молдовы. Спасибо большое. Господин Чубашенко, если вы станете президентом Республики Молдова, скажите, пожалуйста, как вы видите решение данной проблемы? Сейчас я скажу об этом. Но сначала я хочу еще раз подтвердить. Миллиард долларов из банковской системы украла группировка Плохотнюка. Об этом говорили уже и Филат, и Платон, их подельники. Но по этим заявлениям почему-то никто не возбудил уголовных дел. По данным Минфина, за два года было возвращено всего лишь 40 миллионов, по 20 миллионов в год. Такими темпами вы будете возвращать этот миллиард 50 лет. Если вы хотите его вернуть, то верните. Если вы его украли для того, чтобы не возвращать, то так и скажите. Второй вопрос о кровопролитии. Ваш представитель в Гагаузии, депутат парламента Николай Дудогло, сказал в одном видеоинтервью, и это все видели, что власть без крови не отдают. Что вы имеете в виду? Что он пойдет сдавать анализ крови? Или какую кровь он имел в виду вообще? Это репутат. Господин Чебошенко, прошу прощения, у вас будет возможность задать вопрос своему оппоненту. Это следующий наш раунд. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, как в виде решения Приднестровской проблемы. Давайте 10 секунд, прошу вычастие. Приднестровскую проблему мы предлагаем решать так. После распуска парламента, проведения досрочных выборов, формирования нового большинства и нового правительства, мы предлагаем созвать учредительное собрание для разработки новой конституции, принять ее на референдуме, и чтобы эта конституция стала основой для нового молдавского государства, 4-й Молдавской республики. Потому что нынешнюю конституцию уже латать бессмысленно, она убита. В рамках новой конституции мы предлагаем несколько ключевых пунктов. Первое – вести режим сильной президентской власти, такой, как в Белоруссии, в России, в Соединенных Штатах, чтобы президент имел сильную власть. Второй пункт – это урегулирование Приднестровской проблемы. Мы не говорим о федерации, конфедерации, автономии. Мы пока используем термин «общее государство». При помощи международных посредников в результате мирных переговоров должен быть определен этот статус Приднестровья. Гагузия также должна быть привлечена к этому переговорному процессу. И в Конституции должен быть зафиксировано решение этой проблемы. Когда мы объединим государство, есть даже идея перенести его столицу на Днестр, объединить города Бендеры и Тирасполь и назвать эту новую столицу просто – Молдова. – Спасибо большое. Такие же вопросы, господин Герчогл. Скажите, пожалуйста, как вы видите решение данной проблемы именно Приднестровского вопроса? – Мы говорили об этом, и у нас есть серьезные планы. Для того, чтобы мы смогли пригласить к нам опять воссоединиться к нашему Приднестровью, нам необходимо поднять экономический статус нашей страны. А именно, то есть, как я и говорил, чтобы привлечь кредиты. Сегодня кредиты только могут, сегодня реально они поступают в нашу маленькую страну с Европы. Европа, МВФ, то есть они сегодня, будем так говорить, благодаря Демпартии, мы смогли разблокировать помощь, которая поступает с этих международных организаций. И сельское хозяйство у нас в упадке, как бы кто бы ни говорил. Нам нужны огромные денежные вливания, для того, чтобы мы смогли поднять. – А что касается Приднестровского вопроса? – И Приднестровья. То есть Приднестровье тоже увидит о том, что Молдова процветает. То есть сегодня у нас нету межэтнических распри. И мы сегодня живем в тишине и в покое. – Спасибо большое. Следующий вопрос, господин Стуркан. Коррупция – одна из серьезнейших проблем в нашей стране. Какие меры или действия необходимо предпринять для борьбы с коррупцией? Как искоренить этот? – Вы знаете, я как человек, который имеет достаточно большой опыт работы и в следственных органах, был и министром внутренних дел, прекрасно знаю и понимаю, что для того, чтобы бороться с коррупцией, первое – необходимо провести зачистку кадров, которые сегодня есть в органах правоохранительных. Без этого особенно судебная система, органы прокуратуры. И, естественно, тот самый центр по борьбе с коррупцией, который все это время, все эти органы, пока воровали миллиард, все прекрасно видели, знали. Но поскольку они находятся под подпранатом Демпартии, они никаких абсолютно действий не предпринимали, потому что бы не остановить это хищение, а тем более не привлечь к ответственности лиц. То, о чем сейчас говорят, что вот мы возбуждаем уголовные дела, привлекаем к ответственности, пока что привлечен к ответственности один взяточник под названием Филат. А вот кто украл эти деньги, и откуда взял деньги взяткодатель Шор, Демпартия так и не ответила, точнее органы прокуратуры и так далее, которые подведены. Это первое. Второе. Это, конечно же, проблема ответственности этих людей, которые работают в правоохранительных органах. Те, кто расследует эти дела, должны быть кристально честными людьми. И если кто-то из них замешан в подобного рода скандалах, тем более, своего рода люстрацию органов надо произвести и кадров. И третье. Это, конечно, необходимо поднять высокий уровень жизни людей на высокий уровень, чтобы у людей не было необходимости давать взятку для того, чтобы решать проблемы, которые должно решать само государство. В этом случае мы действительно сможем начать, я еще раз говорю, начать работу по искоренению борьбы и борьбе с коррупцией. И в этом смысле роль президента, и господин Дадон четко об этом говорит. Именно будучи президентом, он проведет ту кампанию, которая будет связана и с назначением прокурора, который будет именно таким человеком. И судебная система будет подвергнута ревизии, поскольку президент имеет право и назначать, и освобождать судей. Спасибо большое. Этот же вопрос, господин Павалакий, к вам, доверенное лицо от либеральной партии. Ну, коррупция – это серьезная проблема в стране. Как можно ее искоренить? Молдова погрязла в коррупции. Сверху донизу. Взятки даются практически на каждом шагу. Единственное решение – это как в Румынии ДНА. Там сажают министров, сажают без расов, без ничего, сажают всех подряд, кто ворует и тому подобное. Я вижу только это. Даже если у нас поставить прокурора или место центра по борьбе с коррупцией, даже из-за позиции, по-любому найдутся рычаги давления на этого человека, по-любому рычаги шантажа. Этот человек не сможет работать честно, нормально и расследовать в нашей Молдавии. Только взять пример от румынского ДНА, как они сажают всех коррупционеров. И они процветают, как страна. Я только приехал оттуда, я видел, они очень процветают. Кто была и кто сейчас. А мы кем были и кем стали? Коррупция нас убивает на каждом шагу. Поэтому только ДНА Румынская сможет поставить всех на место. Спасибо большое, господин Чубашенко, кандидат на пост президента страны от нашей партии. Скажите, пожалуйста, как вы видите решение данного вопроса? Как можно искоренить коррупцию в нашей стране? Главный очаг коррупции – это режим Плохотнюка. Пока этот режим остается у власти, никакой реальной борьбы и победы над коррупцией не будет. У Молдовы с Плохотнюком нет будущего. И наш главный инструмент в борьбе с этим режимом – это указ номер один президента о распуске парламента. Мы предлагаем одним ударом смести этот парламент и выбрать новую власть. Дальше их всех нужно привлечь к уголовной ответственности. Если нужно, конфисковать их имущество в пользу украденного миллиарда. Как я говорил, сильная президентская власть, чтобы президент имел право назначать прокуроров, генералов и так далее. Что касается судейской системы, то Ренат Усатый выдвинул предложение вообще уволить всех судей и набрать новых. Платить им хорошую зарплату, но поставить жесткое условие. Снять с них иммунитет, малейшее нарушение и тюрьма с конфискацией. Спасибо большое. И господин Герчог, доверенное лицо от Демократической партии, пожалуйста, скажите, как вы видите решение данной проблемы? Как можно искоренить коррупцию в нашей стране? Мы занимаемся на протяжении этого года уже 9 месяцев с борьбой о коррупции. А именно, то есть благодаря Демпартии сегодня под следствием сидят 15 судей, 3 судоисполнителя, задержаны целый ряд чиновников, таможенные службы. Постоянно ведется борьба с полицией, с взяточничеством. То есть Демпартия на протяжении этого года показала, что мы не стоим на месте и работаем рука в руку с каждым членом Демпартии во благо нашей маленькой страны. Мы показываем изо дня в день. Спасибо большое, уважаемые гости. Третий раунд вопрос своему оппоненту. Каждый из вас имеет по одной минуте для формулирования вопроса и в то же время для ответа. Господин Цуркан, вопрос вашему оппоненту. Кто в этой студии ваш оппонент? Одному или всем? Можете всем, но учтите, что у вас 2 минуты 59 секунд, потому что наверняка хотите обращение к избирателям. Я могу сформулировать вопросы очень четко и конкретно, или надо каждому отдельно. Пожалуйста, можете каждому. Окей, я учитываю, что... А ответ засчитывается в наше время? Конечно, да. Чем короче лучше. Кандидату Демпартии господину Лупу во всех буквально районах, когда он приезжает на своем шикарном автобусе, расскажет ему, что Лупу президент. Всегда люди задают один и тот же вопрос. Когда они вернут украденный миллиард и не привез ли он уже этот миллиард людям? В некоторых районах он даже из-за этого не выходит из автобуса. Все-таки, а вы можете ответить, когда будет возвращен миллиард? Ну не так, как вы сказали, что мы уже начали возвращать. Крол тот же. Надо и кролу платить, а можно всего лишь просто самим провести расследование и вернуть этот миллиард. Пожалуйста, господин Ярчук Владимирович. Я бы сказал, что был бы я финансовым аналитиком или занимался бы финансовыми средствами. Я бы вам, может быть, точнее сказал, как, зачем. Но сегодня было принято решение, чтобы после данного расследования, чтобы не было опять кривотолков, что Демпартия сама по себе обвинила, посадила не тех людей. Поэтому было решено взять во внимание опыт международной структуры. Поэтому крол, аудит, то есть, поэтому они этим не занимаются. Да, и 30% от возвращенных денег надо заплатить кролу. Ну я не готов вам сказать именно, какая сумма. Я вам говорю об этом, чтобы вы знали. Если она будет обубликована, я буду знать, и вы будете знать. Мы знаем об этом. Спасибо большое. У вас есть еще вопрос? Пожалуйста, господин Туркан, не забывайте, что еще у вас должно остаться время для обращения к избирателю. Да, я хочу задать вопрос представителям федеральной партии. Да, у вас еще 2 минуты 16 секунд. Да, как вы считаете, каким образом имеет моральное, политическое право кандидат ваш, господин Гимпу, выдвигаться президентом Молдовы, когда он сам говорит об объединении, то есть ликвидации Молдовы как государства? Какого государства он будет? Он сказал четко, что он готов даже отказаться от поста президента. Пусть откажутся сейчас. Нет, чтобы жить в большой стране. В большой стране мы будем жить богаче и лучше, чем в маленькой, которая будет терзать нас со всех сторон. Поэтому он идет и борется за эту страну. Больше думает о людей. О людей, чтобы они жили нормально в стране защищенной, чтобы они не боялись. Вот поэтому он и борется. Он не думает о себе. Он думал о себе, он давно бы, не знаю, или уехал, или нет. Он борется всегда, чтобы возврат домой. Страна, чтобы возвратилась домой. Она оторвана оттуда. Спасибо большое, господин Туркан. Вы меня напугали, что у меня мало времени осталось. На этом я остановлюсь. Оставлю для обращения. Спасибо большое, господин Павлаки. Пожалуйста, ваши вопросы к вашим оппонентам. У вас есть время 4 минуты 51 секунда. Я больше обращусь, конечно, к партии социалистов, потому что у них было очень много, как я и сказал, очень больших возможностей в то время, 8 лет. И они ничего не сделали об этой стране. От них начался подъем цен на газ. От них все это начиналось. И мы, когда пришли к власти, мы страдали от их действий. О их контрактах, от контрактов, данная Зинаида. Последний контракт, когда она заключила, получается, что цены повышенные были. И мы страдаем от их действий тогда. И мы пришли сейчас к власти, например, в упадшей стране. Это большая ответственность. Чтобы взять ответственность, чтобы поднять эту страну. А вы тогда в это время развалили ее. Пожалуйста, коротко. Коротко. Ну, партия социалистов реально вошла в политику с 2014 года, во-первых. Во-вторых, что касается госпожи Зинаиды, благодаря контракту, который она тогда заключила, сегодня Молдова не имеет другие бешеные цены. А этот контракт связывает с уровнем, с конъюнктурой цен на мировом рынке. Спасибо большое. У вас есть еще вопросы к другим? Нет. У вас нет вопросов к другим оппонентам. Господин Чубашенко, пожалуйста, ваши вопросы. К вашим оппонентам. У вас 2 минуты 30 секунд. У меня один вопрос к представителю партии власти, к партии Плохотняка. Скажите, пожалуйста, почему все-таки вашего кандидата Мариана Лопу везде освистывают, забрасывают яйцами? Почему его так встречают? Допустим, вы сегодня, я считаю, что вы оболгали нашего кандидата, говоря такими терминами. Допустим, мы об этом не видели, не слышали, что вы здесь сегодня рассказываете сказки, что вы сможете поднять уровень нашей жизни, нашей маленькой страны. Вы сегодня толкаете нас на то, чтобы мы сегодня между собой ругались, дрались, потому что вы сегодня придете к власти и развалите, сломаете, построите. Были уже до вас деятели, которые также старались и привели нашу маленькую страну к тем последствиям, которые приняла Демпартия на себя и руководит нашей страной. Спасибо большое. У вас есть еще вопросы к вашим оппонентам? Нету больше вопросов. Пожалуйста, господин Герчогла, доверенное лицо кандидата на постпрезидента Демократической партии Молдового. У вас кому есть вопросы? Я хотел бы, в принципе, задать оппоненту, как он думает сегодня, завтра, будем так говорить, как он сможет поднять нашу страну? Кто именно? Кому? Господин Чебошенко, да? Господин Чебошенко, раз он у нас сегодня является... Первый пункт – это убрать вашу власть. И у нас есть инструмент, указ президента номер один о распуске парламента. Ваша власть должна уйти, потому что она убивает Молдову, и должна прийти нормальная власть в Молдове, которая и наведет порядок, и поднимет экономику. Спасибо большое. У вас есть еще вопросы? Пока нет. Пока нет. Уважаемые гости, четвертый раунд. Обращение к избирателям. Уважаемые гости, каждому из вас предоставляется по две минуты для обращения. Если у кого-то меньше, значит это меньше. У меня вопрос. Почему 30 октября избиратели должны принять участие в выборах, и почему гражданам следует отдать свой голос именно вам, а не другим кандидатам? Уважаемые избиратели Гагаузи, дорогие друзья, 30 октября у вас в руках, в том числе, как у всего молдавского народа, находятся ключи от судьбы дальнейшего нашей страны, от судьбы Молдовы. Я призываю вас, чтобы вы отдали свой голос в пользу кандидата от партии социалистов Игоря Дадона, который предлагает очень конкретную, четкую, ясную программу, как освободить страну от олигархов, как вернуть миллиард, как приостановить закон, не допустить, чтобы этот миллиард взымался с вас, со всех нас, со всего нашего народа молдавского, как вернуть добрые дружеские отношения с Россией, как защитить молдавскую государственность от унионистов, и как восстановить и дальше сохранять христианские ценности нашей страны. Это первые шаги на ближайшие 100 дней. И, естественно, благодаря этим всем действиям, мы сможем ввести порядок и справедливость в нашей стране, и, естественно, мы сможем начать строительство сильного экономического и социально справедливого государства. Я уверен, что гагаузский народ правильно оценит эту программу. Мы сотрудничаем давно с представителями Гагаузии, всегда поддерживали все инициативы. И тот факт, что благодаря поддержке партии социалистов сегодня вы имеете прекрасного башкана, сегодня вы имеете прекрасные отношения с Российской Федерацией, это говорит о том, что партия социалистов действительно умеет и знает, что и как делать. У нас очень сильная, сплоченная, профессионально подготовленная, опытная команда людей, которые готовы эти вопросы решать. Спасибо большое, благодарю. Этот вопрос я хочу адресовать господину Валерию Паволаки, доверенный лицо на пост президента либеральной партии. Почему 30 октября избиратели должны принять участие в выборах и почему граждане должны отдать голос именно вам? В первую очередь граждане должны прийти голосовать только от того, должны голосовать все только от того, чтобы не было сфальсифицированных выборов. Чем меньше они не захотят прийти на выборы, тем этим воспользуется кто-то. Почему отдать голос за нашего кандидата? Наш кандидат самый чистый, некоррумпированный в этом плане. Он не замешан ни в каких скандалах, не замешан нигде, не своровал ничего. В этом плане. Он борется только за процветание страны, не борется за благосостояние самостоятельное, чтобы он кто-то что-то сделал. Нет. Он борется только за страну, только за страну и думает только о людей. У вас есть еще 3 минуты, 23 секунды, можете говорить. Я больше сделаю такое маленькое обращение к партии социалистов. Если они хотят эту страну видеть процветающей и богатой. Вы обращение к избирателям, пожалуйста. Больше к партии социалистов, потому что они больше давят на партию либеральной. Пусть Игорь Дадон встанет и снимет свою кандидатуру в пользу Михаила Гимбу. Если он любит эту страну. Потому что быть президентом без большинства парламента, без этого, это будет очень тяжело что-то сделать. Будет только конфликт между парламентом и президентом. Поэтому Михаил Гимб борется за это, чтобы эта страна жила процветающей. И чтобы дороги строились, чтобы было как в Европе. А в Европе дороги, я вам скажу честно, идеальные. Стакан воды на машине, он даже не выливается. У вас еще 2 минуты, 25 секунд. Ну, не читать неверно. Ну, господин Суркан, ваше время стекла. Ну, я предложил... Я имею в виду о том, чтобы снять кандидатуру. Лучше думайте о том, как... Господин Суркан, у вас уже времени нет, извините. Вы будете использовать еще ваше время? Я призываю всех прийти на выборы и отдать голос за Михаил Гимб. Вы не пожалеете. Он думает только о стране, не думает о своем благополучии. И он не жалеет своих сил, чтобы поднять эту страну с колен. А поднять эту страну только с объединениями с Румынией. И защитить эту страну только блок НАТО. Он сможет защитить, чтобы в этой стране могли открыть... Даже вот, бывая в Румынии, мне очень много разговаривали, сказали, как могу прийти, что-то открыть в вашей стране, если ваша страна нестабильна. Должна быть стабильна, чтобы я пришел, какой-то завод построил. Потому что я построю, а придет какая-то другая власть, и отберет этот завод. Поэтому должно быть НАТО для стабильности. И в большой стране, в Румынии, объединение с Румынией, это нам дает сразу в Европу. Без Румынии мы в Европу не попадем, как коррумпированная страна. Спасибо большое. У вас осталось еще минуты 17 секунд, но вы ее не использовали. Такой же вопрос я хочу адресовать кандидату от нашей партии. Почему жители нашей страны, избиратели должны прийти на выборы, и почему должны отдать голос именно за вас, а не за других кандидатов? Дорогие друзья, многие из вас уже никому не верят. Нет. Доверие к Молдове убили те, кто думал только о своем кармане. Мы это видим во время наших встреч, и мы видим, что против народа Молдовы, против самого государства проводится политика самого настоящего геноцида. И у авторов этой политики есть имя. Это режим Плохотнюка. Мы предлагаем эффективный, законный и быстрый способ избавиться от этого режима. Указ номер один президента о распуске парламента. Они будут фальсифицировать выборы всеми возможными способами. Но у нас есть один способ противостоять этому. Это тотальная мобилизация во время голосования 30 октября. Мы должны получить такой результат, который перечеркнет все фальсификации демократической партии и Плохотнюка. Символ электоральной нашей партии – это квадратик, в котором вписано имя Рината Усатый. То есть вы можете найти имя Чубашенко, вы можете найти имя Рината Усатый, проголосовать. И это будет ваш правильный выбор. Ваш голос за этот указ, каждый ваш голос – это фактически подпись на этом указе. Это не мой указ, это не указ Рината Усатого, это не указ нашей партии, это указ всех граждан Молдовы. Имея такую поддержку, такую легитимность со стороны граждан, которые поддержат главный пункт нашей программы – указ номер один о распуске парламента, президент, избранный при такой поддержке, ни минуты не задумываясь, сразу же после инаугурации подпишет этот указ, который позволит распустить этот парламент и откроет путь к досрочным выборам и формированию новой власти. Это действительно не наш указ, это ваш указ, и это ваш выбор, который вы можете сделать 30 октября. Спасибо большое, у вас есть еще 6 секунд. Не будете больше говорить. Нет уже, извините, ваше время. Следующее обращение к избирателям этому говорит Николай Герчогл, доверенное лицо кандидата на пост президента Демократической партии Молдовы. Почему избиратели должны прийти на выборы и почему должны голосовать именно за вас? Дорогие друзья, дорогие жители нашего прекрасного молдавского края, земли нашей, Мы призываем вас проголосовать за нашего кандидата в связи с тем, что он сегодня, идя на данную должность президента, приложит все свои силы для улучшения жизненного уровня нашей страны для каждого жителя. Геополитику, которую строят сегодняшние претенденты на эту должность, шатают нашу Молдову одни влево, другие вправо, для того, чтобы опять создавались конфликты в нашем обществе. Наш президент говорит о том, что сегодня жители, то есть нашему государству всего лишь 25 лет, это очень молодое государство в геополитике. Наши, благодаря тому, что открыты были границы 25 лет назад, наши люди находятся, часть находится в Европе, Англии, то есть Италия, Болгария, Франция, Испания, часть находится на территории бывшего СНГ в наших республиках. Поэтому одна из первоочередных задач, что мы живем в мире, со всеми ближайшими друзьями, дальними соседями, в связи с тем, что мы идем одной командой, мы показали, и Мариан Ильич во главе ДНП, мы показали эти 9 месяцев, что мы можем, и можем делать так, чтобы наша страна процветала. Спасибо большое. У вас есть еще 30 секунд. Будете говорить? Да. Пожалуйста. И наш президент говорит о том, что он слышит, слушает и решает все необходимое для граждан нашей маленькой, прекрасной, солнечной страны. Спасибо большое. Уважаемые гости, наша программа завершилась. Напоминаю нашим телезрителям, что гости нашей студии сегодня были Владимир Цуркан, доверенное лицо кандидата на пост президента от партии социалистов. Валерий Паволаки, доверенное лицо кандидата на пост президента от либеральной партии. Дмитрий Чебашенко, кандидат на пост президента от нашей партии. И Николай Герчогла, доверенное лицо кандидата на пост президента от Демократической партии Молдова. Уважаемые гости, благодарим вас за участие в предвыборных дебатах. Уважаемые телезрители, оставайтесь с каналом ГРТ. Субтитры подогнал «Симон»